Утро, мои любимые, начало 9-го, что я охрипла, наверное, от этой жары, когда холодное пьёшь. Я приехала уже на работу, с самого утра доставка букета с усильками, который вы вчера видели. Вот, сейчас, надеюсь, муж на мотоцикле подъедет и с ветерком его быстренько доставит, потому что, если вдруг ему срочно надо на работу, там, позвонят, что доставка к нему приехала, тогда мне надо думать, как доставлять. Так, погода сегодня обещает быть такой же жаркой, до 30 градусов, а то и выше обещают, но уже на завтра показывают 20 градусов, а на послезавтра вообще 17, но только на 2 дня, то есть только на выходные похолодание, потом опять жара 27-30, вот так. Ну, если верить синоптикам, они меняют прогноз погоды постоянно. Я сегодня, наконец-то, достала из шкафа свое любимое платье, которое я купила в прошлом году в Италии. Несмотря на то, что оно не новое уже в прошлого года, я от него тащусь, я его обожаю, оно напоминает мне про прошлое лето, про Италию, про жару, про то, что я таки смогла съездить в Италию, что будет в этом году пока неизвестно, границы до сих пор для нас закрыты, поэтому, поэтому все к нам, все к нам, ждем всех к нам. Ладно, пойдемте открываться, еще же должны прийти за этим, за букетиком на золотую свадьбу, потому что Маринка вчера сделала, это не скажу вам. Упаковываем бумагу на доставку букет. С васильками. Для тех, кто сейчас будет писать, как это некрасиво, упаковка съела, ну, так это нормально, у меня мушка в зерном мотоцикле, в этой кофре, который сзади, там, в принципе, нормально и удобно, это для перевозки такого букета, что это сумка, приспособление, но я специально делаю так, чтобы он мог положить, видите, вот я сейчас уголок этот сверну, он аккуратно положит, таким образом цветы вот там, где будут лежать, вообще не помнутся, и спокойно доставится букет, потому что здесь вообще упаковка вот для такого букета не нужна, то есть это у нас не упаковка, это у нас вот для транспортировки, для сохранности букета. Так, все, кофе себе там заварила, сейчас надо телефон указать девушке, чтобы позвонить ей. Все, я только что позвонила девушке, для которой букетик, уточнила, сможет ли она принять его так рано, потому что заказывал ее молодой человек, и она не знает, что букет сегодня ей едет, ну, хотя, может, догадывается, с учетом, что он каждый месяц 12-го числа ей заказывает букеты, я думаю, что она уже в предвкушении. Ну, в любом случае, я раньше звонила ей заранее, мы согласовывали время, но из-за того, что сильная жара, лучше привезти как можно раньше букет, чтобы нормально его транспортировать, поэтому сегодня к самому началу рабочего дня надо привезти. Вот я только что ей звонила, узнать, будет ли она на месте, сможет ли принять, сказала, все хорошо, и я уже достала букет, который сделала Марина, слушайте, не хочу его пока из ваза доставать, за ним придут вот где-то через полчасика. Ну вот, это на золотую свадьбу, что просил мужчина. Самое главное для него, чтобы букет очень долго стоял, поэтому здесь нам надо было выбрать из тех цветов, которые есть в холодильнике, самые долго живущие. Конечно же, это хризантема, это букетная гвоздика, это моя любимая эсперанца, из зелени и пистош достаточно хорошо стоит, и лимониум в качестве наполнителя, потому что он вообще уходит в сухоцвет. Такой получился он романтичный достаточно, потому что у нас хризантема в виде ромашки, и цвет розы и гвоздики выбрали вот такой, с розовым оттенком, потому что, знаете, золотая свадьба, с одной стороны, можно было сделать что-то такое страстное, да, яркое, бордовое, с золотом, например, но мне хотелось не утяжелять эту дату, а наоборот, как вы знаете, я люблю, да, возрастные букеты я не люблю делать, я наоборот люблю уходить в молодость, вот в поля, в ромашки, в чувства, самые искренние чувства, вот самое начало отношений, когда идет еще момент стеснения, неловкости, каких-то таких очень нежных чувств зарождающихся, когда девушка краснеет, стесняется, парень боится сказать слово какое-то, вот мне хотелось именно это передать букетам, мы это с Мариной вчера говорили, когда думали про то, из каких цветов будет состоять букет, поэтому вот, букетик сделали, добавили еще две веточки люпина, как пара, во-первых, как линии в букете, а с точки зрения символики, это как пара, как пара, которая вместе, которая рядышком, и которые идут всю жизнь рука об руку, вот, вот такой смысл у этого букета, так, давайте сейчас попробую в базе прямо взять его еще раз в руки, потому что я знаю, что вы любите рассматривать букетики, вот, такая пышная достаточно у него упаковочка, в вазе он чуть-чуть зажат, потому что зажимается снизу ножки, и ножки, когда достаешь, он чуть пышнее становится сразу, но я думаю, что те, кто работает с цветами в цветочном магазине, эти нюансы знают, это для тех, кто покупает, да, кто просто заходит в цветочный магазин, порой обращайте внимание на то, что в вазе букет может немножечко казаться меньше, чем он будет, когда его достанете, вот, в общем, вот такие вот дела, букет на доставку готов, муж уже подъезжает на мотоцикле, с ним только что говорила, давай, говорю, давай, едь, едь на своем мотоцикле, все, утро начинается замечательно, утро начинается отлично, я беру кофе, сажусь за компьютер, мне надо сегодня рассчитать оплаты, мне надо ввести вчерашние продажи, и мне надо продумать, какой сделать заказ на следующую неделю, вот, потому что вчера хотела довезти еще гортензии, но ее уже нету, поэтому до четверга работаю без гортензии, одна штучка только в холодильнике, вот, я думаю, что можешь сразу десяток взять, что очень хорошо, хорошо на нее люди реагируют, хорошо ее берут, вот, и она вообще хорошего качества сейчас приходит, поэтому смело берите, она долго стоит. В общем, сегодня прогноз синоптиков неверный, потому что с утра прошел ливень, у меня муж попал на мотоцикле, позвонил, мне сказал, что он весь вымок полностью, но букет сохранил в целости и сохранности, и пришлось ему сидеть, ждать, пока пройдет ливень, и только после этого доставлял букет уже девушке, чтобы его не намочить, видите, как бывает, какие бывают сложности с доставкой букетов, потому что, да, цветы, если это не гортензия, мочить под дождем нельзя, либо надо как-то его головой вниз нести, так, чтобы вода не попадала сверху на бутоны. Я не об этом, я вам уже давным-давно смонтировала видео за вчерашний день, я такой мини-клипчик сделала, как я с этим букетиком из васильков там танцевала, и я его не могу загрузить, в общем, в итоге мне пришлось, то есть я загружала больше часа, и не загружался, все время что-то происходило, ну, выпадало видео с ютуба, не знаю, вот в итоге все-все удалила, и сейчас заново поставила загрузку, пишет 18 минут будет загружаться, ну, посмотрим. У меня уже пришла моя Мариночка, вон она там, сейчас она поставила чайничек, наверное, погреемся с ней, потому что 30-ти градусная жара, которую нам обещают, еще пока не пришла, и я понимаю, что я начинаю постепенно замерзать, я себя накрыла пледиком, вот, и сижу тут в уголочке, решаю вопросы с видео, и греюсь под пледиком. Что еще, что еще? А еще к нам забавные тети приходили, одна сказала, что у нас нет букетов, хотя у нас их три штуки здесь стояло, на выбор, ну, и плюс много-много цветов, а вторая тетя с минимальным бюджетом, выбирала цветы, говорила по телефону, то есть, ну, мы предложили розу, потому что там бюджет такой, что именно три розочки взять, она говорила по телефону и говорила, ну, здесь только одна роза, здесь ничего интересного нету, и мы с Мариной вдвоем надо было видеть наши лица, потому что у нас же там и гортензии, и пионы, и кала, и матиола, тюльпаны пеновидные, и тюльпаны обычные, и эустома, то есть у нас богатый выбор разных других цветов, и человек смотрит и говорит, здесь только одна роза, здесь нет ничего интересного, ну, в итоге, да, женщина все-таки взяла розу, ну, был бы у нее другой бюджет, мы бы ей предложили что-нибудь необычное, так, все, поболтала, давайте, буду ждать, чтобы видео, я же вам не показала, помните, я вам рассказывала, и показывала букетик на золотую свадьбу, вот этот вот мужчина, который к нам приходил, мы с Маринкой отдали ему букет, поздравили его с таким знаменательным днем, потому что 50 лет вместе, рука об руку, это здорово, а он нам, видите, что принес, шоколадку с клубничкой, это было очень приятно, Маринка, тебе было приятно? Ты, что ты киваешь, тебя никто не слышит, твое кивание, я могу сейчас показать тебе на тебя камеру, нет? Тогда говори громко, тебе было приятно? Мне было приятно, во, хотя бы услышали, Марину, не увидели, я на машине, потому что езжу, поэтому у меня зонтика нет, в общем, я над Маринкой сегодня издеваюсь, Марина говорит, ёрничаешь, красивое слово, литературное, вот, да, я ёрничаю, потому что Маринка сегодня, когда ехала на работу, она, знаете, сегодня такой утром дождь был, он был местами, вот в одном месте есть, в другом нету, кто смотрел, давным-давно в моем детстве был фильм, назывался Фантоци, итальянская комедия, и вот там у этого Фантоци была его тучка, он куда не ходил, вот в абсолютно, всегда над ним была тучка, и шел дождь, вот вокруг все, например, на пляже лежат, загорает, а он сидит, и над ним дождь льет, вот, вот я сегодня над Маринкой прикалываюсь, говорю, Марина, у меня такое ощущение, как будто над тобой твоя тучка, тучка Фантоци была, потому что она умудрялась попасть, попасть просто в эпицентр дождя, в то самое время, когда он максимально лил, и там, где она проходила, под этим дождем, он сразу дальше заканчивался, то есть у Марины не было выбора, сегодня она пришла вся мокрая, пошли сушиться, или ты уже высохла за это время, еще ноги, вот так там солнце, пошли сушить твои ноги, в общем, пойду Маринке ноги сушить, видите, я добрая, час дня у нас уже, даже начало второго, когда? Я тоже не поняла, когда, на часах смотрю, как-то, а не, какой второго, пол первого, все равно, все равно как-то, это потому что я видео грузила, почти два часа, поэтому долго, мы же привыкли, я выгружу, все, и день впереди, а тут почти до обеда грузила, все, смотрите мое видео, мы пошли с Маринкой ноги сушить, ей, ее, пока сидели с Маринкой, на лавочке, я увидела вот, колосочки, беру ножницы, Маринка там уже вовсю, руками рвет, вот я сказала, давай ножничками аккуратненько, отрежем, кстати, надо смотреть, чтобы люди не зашли, а то мы так, пошли в газон нарывать с Маринкой, все, ты уже нарвала? Да, а я ножницы тебе принесла, а там дальше вон еще есть, вон вдоль, у нас как раз сейчас траву косят, вызывайте Кристину, пожалуйста, Кристина, слышишь, она смотри, она нормально в прошлый раз корнями повыдирала, у нас только колоски и клевер остался, сколько тут было разных цветов, ничего не осталось, все, все Кристинка нам тут вырвала, Кристина, тебе привет, я знаю, ты еще смотришь мои видео, иногда, поэтому надеюсь, ты увидишь, сколько у нас тут мало всего осталось, после твоей работы, после твоего, вот таким захламленным, красивыми цветами, у нас сейчас, выглядит стол, в общем, доставали мы цветы, исходя из бюджета, считали, чтобы мы попали в бюджет, что у нас здесь, пиановидная розочка, у нас здесь изомтамнос, у нас букетная гвоздика, эустома, пиановидные тюльпаны, эвкалипты, люпин, колоски, которые вот мы от себя добавляем, пионы розовые, и, что еще я забыла вам показать, эльстромерия там беленькая, в общем, сейчас нам из этого всего надо собрать красивый, нежный, яркий, так как у меня сегодня темное платье, то я даже не одеваю пар, как я сегодня работаю в своем платьице, в общем, единственное, приходится наклоняться, чтобы вы меня увидели, либо надо что-то подставить под камеру, чтобы вам было видно мое лицо, но зачем вам смотреть на мое лицо, когда я буду собрать букет, вы, наверное, будете смотреть на мои руки, опять будет быстрая перемотка, потому что здесь просто обычная спиральная сборка, миксуем все цветы между собой, выводим форму, перевязываем, что получится, вы тоже увидите, поехали. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Если долго мучатся, что-нибудь получится. В общем, вот такой вот показ с технической перевязкой получился букет. С технической просто я еще ровняю цветы. Мне очень хотелось сделать максимальное количество, знаете, таких линий, сделать такой микс разных цветов, и чтобы в итоге получился, с одной стороны, вроде такой небрежный букет, но, с другой стороны, продуманный, потому что не просто так расставляешь цветок, а все-таки ищешь ему место, уровень, на котором он должен стоять. В общем, вот так получилось. Еще надо будет чуть-чуть запаковать, чуть-чуть, слегонца, я думаю, снизу, поддержку линий. На столе мне нравится, как он стоит. Я тут уже посмотрела в зеркало. В общем, надо походить, наверное, еще по улице с ним, посмотреть, как он будет. Вот, в общем, вот такой. Цветущий куст. Помню, в каком-то фильме в детстве я смотрела кино, по-моему, про ковбоев. И там был поющий куст. Он все время пел. Причем он пел, он был без голоса, без слуха, он просто орал песни. И он всех доводил просто. Там он в какой-то пустыне, этот поющий куст был. Я не знаю, что за фильм, я уже не помню. Я помню, что я была ребенком, но и сестра у меня маленькая еще тогда была. Ну, вместе, в смысле, мы дети были. Но мы с ней ухахатывались. И у нас, если вот какая-то тема, когда нам хочется поднять друг друга настроение, вот улыбнуться с чего-то, мы с ней вспоминаем поющий куст. В общем, мне кажется, что у меня получился такой, знаешь, поющий куст, но с хорошим, со слухом и с голосом. Напишите ваши ассоциации. Не знаю, почему мне на ум пришел этот поющий куст, когда я начала смотреть. Но там был не цветущий уже, по-моему, в этом фильме. Там, по-моему, кактус вообще был. Не помню уже. Давно этот момент, когда на столе либо цветы, либо уже вот почти готовый букет, ленты. Я очень люблю. Такая цветочная кухня получается, очень красиво. В общем, сейчас, вот смотрите, начали раскрываться пеновидные тюльпанчики. Вот супер. Хорошо, что именно сейчас. В холодильнике они чуть-чуть задержат свое раскрытие, и завтра будет красиво уже. Красиво раскроются. Девушки, для которой буду дарить так. Маринка вяжет красивые бантики, и мы хотим сходить на улицу пофотографировать этот букетик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Все, фото для Инстаграм с букетом сделаны. Видео чуть-чуть поснимали с букетом. Завтра уже буду монтировать, посмотрим, что получится. Что я хотела вам сказать. У меня начало третьего, я еду домой. Я еду отдыхать сегодня уже. Маринка дорабатывает тут. А вот завтра не знаю. Мне хочется, честно говоря, тоже завтра с утра приехать, потому что за букетом же приедет вот эта Таня, которая моя невеста была. Вот, я очень хочу ее увидеть. Если она сама поедет, а вдруг не она поедет, потому что я бы хотела ее очень увидеть. Как ты спросишь? Ну, с утра, к открытию, потому что она с утра приедет за букетом. Вот, а если вдруг там она кого-то будет просить, то, возможно, я тогда уже дома останусь. Ну, дома пойду, может, туда погуляю. Посмотрим, в общем, как. Вот, видите, с вами говорю, с Мариной одновременно. Поеду я домой. Ну, сейчас на улице пока как бы жарко, но не так душно, как вчера. Ветер или влажности нет. Но как-то более комфортно переносится. Все, поеду домой. Поеду, лягу. Это сериал. Привет. Ты же мне книжку подставала. Изучила там язык программирования какой-нибудь. Ну, язык программирования для меня слишком скучно. Ну, не знаю, чего-нибудь. Чего-нибудь посмотрю. Зайцев у меня одно ухо надо еще сливать. Я здесь вижу. А деда, они все голые. Голые. Так жарко им. Слышишь, хочу его одежду. Нельзя. Дети будут зайцев покупать. Все, я еду домой. Пока тут Марина не начала мне придумывать список дел, что мне необходимо сделать дома. Быстренько просто ретируюсь. А теперь вопрос на засыпку всем. Что я буду делать сегодня ночью? Знаете, почему я задаю этот вопрос? Потому что я пришла домой. Прилегла. И вырубилась. И сейчас 6 часов. Я 2 часа просто... Я даже не помню, как я заснула. Я просто решила придречь чуть-чуть. Вот просто полежать. И вот я отключилась. Я не знаю, во сколько осень. И так далее. Усну. Так, в общем, я проснулась. И такая, видите, все. Дыба. Помните, в детстве мы любили, когда такие вот полосы дыба. Мы всегда говорили такую фразу. Взрыв на макаронной фабрике. В общем, вот у меня сейчас именно то. Чаек сделала. Сделала такой легенький бутерброд с творожной пастой. Огурцом, салатиком. И нарезку сделала себе из мяска. Сейчас хотя бы перекушу чуть-чуть. Ну, и что делать? В общем, я немножечко как бы... Это не то, что я сегодня планировала делать дома. Это как-то для меня оказалось все неожиданно. Ладно, давайте чуть позже увидим. В общем, сегодня ужином будет пицца. Пицца итальянская, но называется она французская. Но мы такую еще не брали с тобой, Димка, ни разу. Здесь что? Курица, ветчина, помидоры. И руккола, похоже. В общем, вот такая вот пицца. Будем сейчас кушать. На тарелки достать. Или будем не без тарелок. Потом идти. Так романтично проходит вечер флориста. Мы вышли прогуляться в поле. Я нарвала колосков и люпина. Смотрите, какая красота. Вот. Заберу завтра на работу. Или, может, оставлю часть дома, пусть стоит вазочки, а часть на работу возьму букетики добавлять. Круто, правда? В общем, вот так они у меня пока все стоят. В растопырку, потому что тут ваза слишком маленькая. Для этих стеблей. Если бы я для дома это все рвала, то я бы, конечно, подрезала с мантиметров на 15 стеблей. Смотрелась бы все, ну, и сложила поаккуратненько. Но так как я это все хочу завести завтра на работу, чтобы добавлять в букетики, мне главное, чтобы они ночью постояли, переночевали. Люпин, он обычно гнется за счет тяжести. Поэтому нормально, я думаю, все будет. Мне очень нравится цвет колосочков. Такой холодный, зеленый. Они еще не созрели. Такой очень-очень красивый цвет получается. В общем, дальше буду смотреть сериал. Что мой хороший, за окном. Уже темно. На часах 11 часов. Время, когда надо ложиться спать. Передо мной красивый люпин с колосками. Ой, в общем, сна не в одном глазу. Я бы думала, пока прогуляюсь вот по полю, пока все пособираю, знаете, по свежему воздуху похожу. Думала, хоть спать захочу. Вообще не хочу спать. А надо ложиться, надо как-то себя заставить уснуть. Потому что завтра вставать. Завтра работает Мариночка, но мне все равно. Я хочу с утра подъехать, все завести. Хочу дождаться Таню, этой девочки, которая за букетом приедет. И надо сделать заказный букет на вечер. Меня еще заказали. Я вам говорила, нет, не помню. В общем, еще на завтра букет еще один надо сделать. Поэтому поеду с утра на работу. Сейчас только будильник поменяю. Обычно я в 6 утра встаю. Завтра мне так рано не надо. Завтра, наверное, на 8 поставлю себе будильник. Проснусь в 8 часов. Все, мои хорошие. На этом я пока заканчиваю. Спасибо вам большое, что вы смотрите. Спасибо, что пишете комментарии. Спасибо, что вы со мной. Очень вас люблю. И до новых встреч. С вами была Оля. Пока-пока.